Я недостойный священник Григорий. Властью, мне данной, отлучаю от святого причастия сроком на 20 лет всех, кто по своей воле взял в руки оружие для участия в братоубийственной войне на Украине. Аминь. Аминь. Шесть лет прошло. Шесть лет прошло. С нами епископ Варяжский и Балтийский Григорий Михнов-Войтенко. Здравствуй, Григорий. Здрасте. Ты после этого перестал быть священником РПЦ? Ну, не сразу. Все-таки еще почти полгода прошло. То меня терпели, то я терпел, а потом уже сделали такое предложение, от которого нельзя было отказаться. Я написал прошение за штат с правом перехода в другую епархию, но перешел в итоге в другую юрисдикцию. Так тоже бывает. Что такое другая юрисдикция? Ну, дело в том, что в отличие от католиков, у которых все-таки единая церковь, где бы католик ни находился, у него всегда во главе есть Папа Римский. А у православных есть еще много разнообразных, то, что называется, поместных церквей, отдельных самостоятельных церковных групп. Вот в одну из таких групп или в одну из таких поместных церквей я в итоге и перешел, где мне через какое-то время предложили быть не только священником, но и стать епископом. Собственно, на это я согласился. Вот и с тех пор, с 15-го года, вот уже пять лет, скажем так, руковожу маленькой, но очень бойкой епархией. Субтитры создавал DimaTorzok Потом ты был все-таки большой кусок жизни главным редактором православного телеканала «Благовест». Ну, меньший кусок жизни, чем я был генеральным продюсером Ассоциации регионального телевидения. «Благовест» это была уже такая лебединая песня, в общем, там всего три года мы делали этот канал. А до этого я занимался в основном региональным вещанием, то есть как, с 94-го по 2002-й год. Мы все пытались развивать это самое региональное телевидение. Ну, в общем, кончилось это, конечно, так же, как примерно все остальное телевидение. Ну, слушай, но ты же это все делал, уже будучи глубоко верующим человеком. В 84-м году ты принял крещение, Александр Мень тебя крестил. Да, да. Ну, во-первых, я ничего такого, чего, например, позволяют наши нынешние коллеги, в эфире все-таки не допускал. Вот, поэтому само же по себе телевидение, да, это как ложка с вилкой. Да, можно кушать вежливо и интеллигентно, да, а можно в глаз ткнуть. Но сейчас ты занимаешься в основном тюремным служением. Ну, да, получилось так. В общем, нельзя сказать, что это какое-то было такое осознанное решение, да, но в этом возникла некая такая осознанная необходимость. И мне кажется, это важно, потому что помимо адвокатов, помимо врачей, священники тоже нужны в тюрьме. Я в этом глубоко убежден. И общение со священником очень часто дает возможность человеку проговорить какие-то такие вещи, которые, наверное, все-таки с другим не получатся. К сожалению, людей, которые этим занимаются, сейчас не так много. В нашей стране очень много, и в том числе гуманизация тюремной системы сделана то, что называется на отвали. Ну, вот сказали к середине 90-х, что надо гуманизировать. Сказали, что хорошо бы церкви в тюрьму прийти. Ну, вот сделали. Но дальше сделали так, как привыкли, в режиме политотдела. Вот разнарядка. Разнарядка получила там епархия или там духовное управление мусульман, если это исламский регион. И вот он, стиснув зубы периодически, значит, выпивая с синовскими начальниками, старательно делает вид, что тюрьма тоже охвачена души по печеньям. Вот когда так присутствует церковь, это, конечно, очень печально. Пока нужно, мне кажется, если говорить про Россию, просто приучать к тому, что как бы тюрьма не закрывалась, она должна все равно быть, иногда хотя бы форточка у нее должна быть открыта для того, чтобы какие-то внешние ветры, в том числе церковные, туда залетали. А тебе легко попасть в места лишения свободы? Когда как. Когда как. Очень сильно зависит от окраса зоны. То есть, красно-черное ты имеешь в виду или что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду именно тот самый термин. Да, потому что понятно, что если это зона, в которой, так сказать, содержатся люди, которые получили сроки там по всяким особо тяжким экстремистским там и всяким прочим статьям, то понятно, что там дополнительное всегда внимание, и они очень внимательно смотрят, кто идет, кому идет и так далее. И каждый раз едешь и, в общем, не знаешь, что называется, у вас сейчас получится или нет. Или в последний момент у меня так было в пензенском СИЗО, когда ребят по делу сети попросили, чтобы я к ним пришел. И все нормально. Я пришел, сдал все бумаги, мне сказали, проходите, выписали пропуск, пришел сопровождающий, меня завели внутрь. Час мы стояли в каком-то там предбаннике, но уже, собственно, на территории СИЗО. То есть, это было уже там, за КПП, уже я все сдал, все документы, колющие, режущие там и так далее. Потом пришел какой-то очень бодрый молодой человек, который с улыбкой сказал, вы знаете, тут так получилось, нам надо срочно дезинфекцию адвокатского кабинета сделать, мы сейчас не можем вас пустить. И все. Развернули и, значит, я поехал назад. Но в целом, нет, я могу сказать, что, конечно, там, условно говоря, из десяти раз, которые идешь, все-таки семь попадаешь. То есть, скажем так, процент высокий. А как ты думаешь, почему тебя не пустили? Почему не пускают? Почему не пустили к ребятам из дела сети? Это же, ну, ты же не Навальный, не знаю, даже не Ольга Романова, ты священник. Ну, все равно их смущает, конечно, особенно СИЗО смущает. Потому что, когда человек оказывается уже все-таки в зоне, да, тут как бы поспокойнее, потому что уже все понятно. А когда в СИЗО, понятно, есть какие-то интересы следствия. И вообще вот эти мифические интересы оперативного отдела и оперативного управления, конечно, самые всегда занимательные. Потому что, ну, собственно говоря, из-за них не попадаешь. Да, потому что у кого, в общем, может быть интерес, чтобы не пустили. Собственно говоря, ну вот, здрасте, товарищ Собака пришла. Собака, спасибо, все. Тебя все уже увидели. Собака, иди отсюда. А иногда бывает, ну, один раз вот у меня было, когда вот просто откровенно человек испугался. Его там поставили временно исполняющим обязанности. Я приехал, причем это колония, где я уже бывал много раз. И у человека конкретного, к которому я ехал, я бывал много раз. И этот самый бывший зам, который вот поставили исполняющим обязанности, говорит, да я знаю вас прекрасно. Я говорю, ну, так в чем проблема? Говорит, ну, у меня нет согласования управления. Говорит, ну, при чем тут управление-то? Ну, в общем, испугался. Ну, испугался, получил жалобу. Вот, потом в итоге долго отвечал на нее, что вы можете приехать в любой момент. Ну, хорошо. Бешеные собаки, сто верст, не крюк. Могу приехать еще раз. Ну, да, это о тебе известно. Но, смотри, ты очень много помогал украинским заключенным, признанных политзаключенными. Кто отбывал наказание в российских тюрьмах, продолжает отбывать наказание. Ты приезжаешь и стараешься приезжать в том числе и к политзаключенным, опять же, дело сети. Тебя не упрекают в изличной политизированности? Ты же священник. Ну, так в том ты и делаешь, что я же не выбираю, если ко мне обращается человек. Дело в том, что вот тут очень важный момент. Он и юридически важный, и смыслово важный. Для того, чтобы священник попал к человеку, в любом случае, к человеку, находящемуся в тюрьме, должен быть его собственноручно написанное ходатайство-заявление. Я не могу прийти просто, потому что я этого хочу. Приходится и помогать, и заниматься очень разными людьми. И той же самой 228-й народной, приходится заниматься не меньше, чем многочисленными 205-ми. 228-я наркотики, 205-я терроризм, перевожу на русский. Ну, и всякое его там оправдание и все остальное. Я понимаю, что нельзя спросить в лоб, но хорошо, спрошу так примерно в лоб. Нормальный русский человек, я часто себе представляю, что я в тюрьме. Ну, естественно, тем более, всем это себе хорошо представляем. Что я буду делать тогда? И вот я пишу заявление, ко мне приходит епископ. Ты приходишь. Я просто понимаю, о чем я буду с тобой говорить, будучи с тобой знакомой. Но вот приходит незнакомый мне священник. О чем говорить? Надо же поговорить. Как это строится разговор человека в тюрьме со священником? Нет, обычно, конечно, человек все-таки о чем-то таком задумывается. Потому что у него, значит, есть какой-то вопрос, который он бы хотел в любом случае. Даже с незнакомым, но все-таки церковным человеком. Потому что, когда, предположим, родственники получают свидание, то с родственниками, ну, в общем, конечно, человеку, который в тюрьме находится, говорить обычно довольно тяжело. Когда приходит адвокат, то все-таки 95% времени общения с адвокатом – это все-таки разговоры по делу. И получается, что действительно о жизни и о душе поговорить-то не с кем. На это посещение отводится по правилам два часа. И вот обычно мы стараемся эти два часа использовать максимально для того, чтобы поговорить обо всем. И о душе, и о книгах, и о фильмах, и о кошках, собаках, о чем угодно. Можно тебя спросить, можешь ли ты ответить, я не знаю, наверное, о тех, кто уже отсидел, с кем ты встречался из заключенных, наверное, бывших заключенных. Я помню, что ты ездил к Сенцову в Лоботнанге, но, кажется, тебя не пустили, если не ошибаюсь. К Сенцову, да, Ксенцову тогда перекрыли все возможности, но тогда так и не получилось. А с кем ты встречался, с кем удалось встретиться? Из всех, о которых можно говорить. Ну, мы много раз встречались с Сережей Мохнаткиным, пока он еще был, собственно говоря, в заключении. И это было полезно, я уверен, это было полезно и для меня, и для него. В общем, конечно, он очень тяжелой, его последний срок был, который, в общем, так плохо закончился. Два последних срока, они просто слились в один у него, эти два последних срока, да, да, да. Сергей Мохнаткин недавно умер в Москве, умирал тяжело, и он умер, в общем, от последствий того, что с ним случилось в тюрьме, в колонии в Архангельской области, где его били, прыгали ему на спину, он сломал позвоночник, и ему еще и прибавили срок. Это была чудовищная смерть, а он был верующим человеком? Мы с ним установили, так же, как мы установили с многими другими людьми. Конечно, не так часто в тюрьме оказываются люди, то, что называется, глубоко выцерковленные. Глубоко выцерковленных их и на воле-то не сильно много. А чаще всего люди, которые, как, например, тот же самый Мохнаткин долгое время называл себя атеистом, мы с ним выяснили, ну, какой же ты атеист, Сережа, ты антиклирикал. Не любить всякую разную вот эту клирикальную субкультуру, так я ее сам тоже очень не люблю. И не считаю, что в этом есть что-то полезное не для человека, не для Бога. Это немножко разное. Человек, который хочет добра, он уже, как по мне, так и человек верующий. Спасибо, дал надежду на собственное исправление. Да. Ты делаешь сейчас тюремную газету. По-моему, это единственное сейчас независимое тюремное издание, потому что все печатаны так или иначе связаны с системой. Что вот это вот казенный дом, что еще что-то. Ты делаешь единственную независимую тюремную газету. Зачем? На какие деньги, что пишешь, кто работает, как распространяешь? Рассказывай. Значит, начать нужно, как всегда, с главного. На какие деньги. В большой степени сейчас это делается на свои деньги. Плюс немножко занятые деньги. Плюс совсем чуть-чуть у нас все-таки дала подписка, потому что люди откликнулись на такое предложение сделать независимую газету. Независимую газету для тюремной системы. Я вот как бы с самого начала, как главный редактор этого издания, мне кажется, важным, чтобы она делалась не про черное и не про белое. Не для тех или не для этих. Понимаете? Вот есть такая грань нашей жизни под названием тюрьма. И все вместе, вот на круг, ну, пожалуй, что около миллиона человек, так или иначе, в эту систему оказываются вброшены. Как минимум. Как минимум. 500 тысяч сидит, 300 тысяч охраняют. Плюс члены семей по обе стороны. И мне кажется, очень важно, чтобы с одной стороны достаточно оперативно, а с другой стороны как бы нетленно. Потому что, в отличие от сайтов, все-таки бумага, она вот напечатана, и оно остается. И оно может быть прочитано сегодня, может быть прочитано через месяц. Посмотрим. Мне кажется, что будет хорошо, если в России такая газета все-таки будет продолжать существовать. Да. А если тебя завтра назначат директором ФСИН, что ты изменишь? О, хорошее дело. Нужно убрать из ФСИНа такую вещь, как СИЗО. Они должны быть каким-то совсем другим департаментом. Они не должны быть, собственно говоря, тюрьмой. Они должны быть местом, где содержатся люди, которых еще пока только обвиняют. Нужно убирать из ФСИНа медицину. В том смысле, что она не должна подчиняться тюремному начальству. Она должна быть независимой. Но самое главное, сам по себе ФСИН, сколько его не реформируй и не уничтожай. Пока у нас в стране такое следствие и такой суд, у нас и ФСИН будет таким. Так что боюсь, что тут, реформировав одно ведомство, задачу-то не решить. Я по роду своей деятельности все-таки общаюсь с людьми, которые абсолютно невиновны. Это чаще всего политические дела или политически мотивированные дела. Либо это несправедливые приговоры судебными ошибками, сознательными или несознательными. Но это такая работа, которая не предполагает, что я встречаюсь, например, с Чикатило. А ты встречаешься? Приходится, да. Я понимаю, что священник – это другое. Ты как-то должен, не знаю, понятие простить. Да? Нет? Получается? Как? Вопрос же не в том, что я сделаю. Вопрос в том, что есть ли какая-то возможность помочь человеку хотя бы сделать шаги в направлении, чтобы не я его простил, и даже не жертва его простила, а чтобы его Бог простил. Через что? Через прощение других людей, через примирение с жертвой. Если это возможно. Потому что, ну, бывает такое, да, что человек совершил некий поступок. Ну, ошибся. Ну, действительно, бывает. Бывают чудовищные ошибки. Человек, который идет на убийство, особенно, если это не состояние аффекта, да, не в результате личной неприязни, но все-таки у него что-то с головой какая-то такая особая у него там жизнь происходит. Почему он допускает возможность ни на войне, ни в бою, ни защищая там свой дом. Почему он считает, что, например, для того, чтобы заработать деньги, он может взять какой-нибудь там тяжелый предмет и дать другому по голове? У меня вопрос. Вот я считаю, что через какое-то время человечество придет к тому, что это не может считаться нормой, да, такое действие. И что, в общем, человека, конечно, ему придется ограничивать во всяких правах, конечно, его придется изолировать от общества. Но, в общем, у него там серьезно копаться-то в голове надо и заниматься всякой терапией. Что тут просто от того, что мы его в железо закуем и в рудник отправим, ну, мы его убьем за несколько лет, предположим. Или мы его просто расстреляем. Ну, убили. И дальше начинается, опять же, тот же самый вопрос. Ну, что, легче стало? Я напомню, что, когда ловили этих чикатилов, все-таки двоим было предъявлено обвинение, что это они. И оба погибли, один был расстрелян, другой сам повесился. И, в общем, кому от этого легче? Ну, вот в том-то и дело. Скажи, Владыка, а Бог может простить серийного убийцу-педофила? Я повторю то, что я, в принципе, только что сказал. Я подозреваю, что серийный убийца-педофил все-таки глубоко ненормален. Его личность, скажем так, в глазах Бога, она уже поврежденная. Поэтому речь идет не о прощении, а о глубочайшей скорби по отношению к этой поврежденной личности, с которой уже ничего нельзя сделать. Но в любом случае, я думаю, что, конечно, любое покаяние Бог принимает. Только покаяние не в режиме. Прошу высокий суд учесть мое искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием. Это немножко другое. Оно должно откуда-то из толкового места идти и быть по-настоящему истинным. Я, кстати говоря, разговаривал с парой человек, в покаянии которых я не сомневаюсь, которые получили пожизненно. Они очень сильно переоценили все, что у них в жизни произошло до момента, когда они оказались в тюрьме. Не могу не спросить епископа про секс. Давай. У меня сложилось такое твердое ощущение, твердое впечатление, что очень во многом проблемы тюремного насилия связаны с идиотскими запретами. Особенно побывав, я не знаю, в тюрьмах в Скандинавии или где-то еще, где я прекрасно вижу в свободном доступе не знаю, там, порнографию. И когда я первый раз спросила, говорю, а что это? Ужас какой! Они говорят, ну а как стресс снимать? Вы что же хотите? Как вообще? Вот тут у нас журналы, вот тут у нас фильмы, а тут вот ширпочка, тряпочка, вот это вот все предусмотрено. У нас же это все под очень строгим запретом. У меня есть такое впечатление, что во многом тема внутри тюремного насилия и особенно кастового насилия, да, вот это вот опущенные, там, петухи, там, и так далее, и так далее. Вообще стремление отправить человека в другую касту связано с каким-то совершенно искусственным воздержанием. Все это очень искусственно поддерживается. Мне кажется, целенаправленно. Так сказать, оперативными, опять же, в первую очередь, сотрудниками, да, запугивается. Вот вся эта, как бы, субкультура совершенно чудовищная, да, там, вот опять же, там опущенные, не опущенные, ложка упала, можно поднять, нельзя поднять, ну, это, конечно, все. Вот с этой субкультурой просто хочется, что называется, зубами скрежетать, когда про это слышишь. Я прошу прощения тоже за, такой, как сказать, натурализм, но ведь огромное количество сообщений, вот открываешь и читаешь, там, в отделе полиции изнасиловали, там, такого-то задержанного. Читаешь вторую строчку, и там прочитываешь. Бутылкой от шампанского, там, я не знаю, милицейской дубинкой. То есть это символический половой акт. Не ради полового акта, а ради унижения, да, ради того, чтобы затвердить вот эту модель насилия. И о чем тут говорить? Ну, прости, у меня к тебе будет крайне неделикатный вопрос. Опять же, пользуюсь случаем, что ты епископ. Но смотри, при этом церковь же тоже не принимает нетрадиционную сексуальную ориентацию, да, и всячески это не одобряет, как и в тюрьме. То есть здесь-то вы, получается, одинаковые? Так, ну, во-первых, давай разберемся. Когда мы говорим слово церковь, мы что имеем в виду? Мы имеем в виду конкретную религиозную организацию? Большую, маленькую, российскую, заграничную? Да, или мы имеем в виду ту самую церковь, которая должна писаться с большой буквы, и которая обозначает всех христиан всего мира? Так вот, конечно, мы имеем в виду какую-то конкретную религиозную организацию. Понятно, что, например, для самой, ну, даже не то, что крупной, но самой известной религиозной организацией в России русско-православной церкви московского патриархата, она вообще свойственна то, что в известном романе названо двоемыслием. Потому что тут пишем, тут играем, тут рыбу заворачивали и так далее. Огромное количество скандалов, связанных с насилием по отношению к другим лицам, сексуальным насилием, с участием клириков РПЦМП регулярно слушается в самых разных судах, и регулярно люди получают сроки. И там и девочки фигурируют, и мальчики фигурируют, и кто только не фигурирует. При этом мы очень громко и громогласно осуждаем всех на свете. Огромное количество других религиозных организаций говорят о том, что, ну, во-первых, тут же все понятно, это касается любого человеческого действия. Если в этом действии присутствует насилие, то это зло. Если в этом действии насилие не присутствует, а существует добрая воля, если я по доброй воле кому-нибудь, не знаю, 100 рублей подарил, это мой подарок. Если я эти 100 рублей отдал, потому что мне сказали кошелек или жизнь, то это ограбление. С отношениями двоих ровно все то же самое. Я не думаю, что дело церкви или дело государства залезать в койку людей, которые это действительно взросло-ответственно делают по обоюдному согласию. После маньяков, порнографии и гомосексуализма хочется почему-то спросить о Путине. А Путина Бог простит? Путина простит Бог? Да я думаю, что он и Гитлера простит, если честно. Дело в том, что есть такое учение, которое разрабатывал святой, в честь имени которого меня в свое время отец Александр меня не крестил. Это Григорий Низский. И вот у него такое, оно считается частным, богословским мнением, но тем не менее очень важным для церкви, учение об апокатастасисе. То есть, о том, что в конце времен Бог делает сейчас и сделает все для того, чтобы все были оправданы. Это не является для верующего человека таким, ну, как бы, индульгенцией заранее выданной, да, что вот, ну, раз все равно всех оправдают, то можно ничего не делать. Все равно это оправдание будет зависеть от многого того, что мы реально делали в жизни. Но вот цель Бога, как его понимают в частности православные христиане, это спасти всех и оправдать всех. И шел я в дорогу праха мне в платье пивался репей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне, иди, и ужей, и гады годы, и снова, все так же, но только грубей мой Бог, сотворенный из слова твердил мне, иди и убей. И вновь я печально и строго с утра выхожу на порог, на поиски доброго Бога. И ах, да поможет пиво, пиво, пиво. Спасибо. Благослови, Владыка. Можно по скайпу? Божьей помощи. Божьей помощи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok